Приветствую, друзья! Хочу сделать некое пророчество, можно так сказать. Хотя не люблю это слово и это занятие. Потому что никто не знает, как оно будет. Только время показывает и Бог располагает. Но тем не менее, поделюсь информацией, которая, можно так сказать, случайным образом вошла в мой разум сегодня. На самом деле, случайностей не бывает. Дни 10 назад я, если кто помнит Николая, написал ему в скайпе «Привет!» Без какой-то задней мысли. Но, видимо, вот этот порыв написать был мне продиктован, слышен. Потому что, так как Николай, вы знаете, в Киеве, который мне передавал настройки, к которому подходил гор, ра, от белого братца и так далее. Ну, вот эта история несколько лет назад была. Можете посмотреть в предыдущих видео. Так вот, он пишет, что тоже я очень упрощу, потому что мы с ним очень долго сегодня общались. Но я в двух фразах скажу, что он мне сказал. И дальше я уже переспросил у своих. Он сказал, что к нему пришла информация, что дети определенного года рождения, то есть периода рождения, ну, начала нулевых, да, чуть-чуть пораньше, чуть попозже, они получили, не знаю, от высших сил, от тех кураторов, которые нашу цивилизацию курируют, укороченный срок жизни, как бы, да, чтобы подойти к какому-то периоду, к которому мы, которые родились раньше, идем по жизни, да. То есть, соответственно, наши, допустим, 70 лет, для них это будет, ну, вот сколько им там, типа осталось, 30 или 25, чтобы подойти к рубежу. Вот, ну, информация такая-то может быть воспринята по-разному, сарказмом, с иронией, со страхом или как-то еще. Еще я хочу предупредить вот эти, появление этих чувств и предлагаю посмотреть на эту информацию философски, да, спокойно. То есть, во-первых, это не истина, да, ничего такого, может, и не произойдет, это первое. Поэтому, ну, надо просто смотреть, что будет. И дальше вот мы с Николаем дискутировали на тему, надо делиться этим или не надо, этой информацией. Он, его позиция такая, что вот как ты считаешь, как будет отец смотреть на свое дитя, если он будет знать, что ребенок умрет или раньше, или, ну, одновременно с ним. И, говорит, он, если ребенок начинает болеть, ну, как бы, начинается процесс умирания, там, через рак, через какие-то там еще обстоятельства, то он может пойти в больницу и пытаться его лечить. И он, говорит, ну, как бы, есть какой-то шанс, что он как-то может повлиять. Я ему апеллирую, говорю, ну, хорошо. А если он знает, что будет произойти, если он увидит какие-то, ну, как бы, процессы у своего ребенка, и кто-то ему запрещает пойти в больницу и плюс к этому обращаться к Богу, делать какие-то там практики и так далее. У него, наоборот, осведомлен и вооружен, есть такая поговорка, правильно? Соответственно, я думаю, что дать информацию, но при этом не говорить, что это вот там, вот тебе крест, там, сто процентов и так далее. Я думаю, все-таки стоит поделиться этим для того, чтобы, с чем тоже Николай согласен, для того, чтобы это будущее изменить, повлиять нашим намерениям. Если мы знаем, дальше мы это принимаем или не принимаем. Вот. Ну, теперь, значит, это его часть, которую он не хотел озвучивать. Ну, я вот в двух словах сказал, что он говорил. И он говорил примерно, что это рассчитано, вот этот некий рубеж, где-то, ну, к 30-му году, 30-35. Когда что-то произойдет. Ну, у него очень такие сложные понятия и, как бы, взгляд на мир, особенно на тонкий. Там не 5D, а там 6D, 10D, там очень все такое. Ну, мне не понять, я еще не дорос до таких, так сказать, уровней. Соответственно, я на это смотрю, ну, как-то вот со своей колокольни. Да, вы на меня смотрите, опять же, со своей высоты развития. Вот. Поэтому, ну, нет тут ничего, ну, такого, значит, кто, каждый воспринимает информацию по-своему. Теперь моя часть. Моя часть в том, что я пришел, а, и он еще сказал, Николай, что подходили мои. Когда он там что-то выяснял, говорит, твои тоже подходили. Я говорю, какие мои? Ну, говорит, ну, из Белого братства. Я говорю, а как ты их определил, что они мои? Ну, ты ли, кто там был? Ну, сам разберись, кто был. Он говорит, ну, подожди, ты понял, что они мои, но не узнал, не знаешь, кто конкретно. Ну, это мое такое занудство, да, как бы тщательность, да, можно по-разному это назвать. Ну, еще он, короче, отмахнулся. Были твои. Это видно было по каким-то там признакам влияния на ситуацию. То есть, получается, мои высшие силы влияют или участвуют в этой ситуации. После этого я, значит, спросил у Феира, что, то есть, как бы участвуем мы в этом или нет, что это такое? Нужно ли мне это озвучивать? Ну, он сказал, может, нужно и можно. Сейчас еще раз переспрашиваю. Ну, три раза да. Опять же, я не говорю, что это истинно. Я говорю то, что я узнал и то, что Феир, так сказать, подтвердил. А что будет, посмотрим. Так вот, что мне он сказал? Ну, или как бы ответил, или что я выяснил? Я сейчас нарисую такую шкалу. Вот так вот, да? Вот это 20-й год. Нынешний год. Это 35-й год. Я получил подтверждение, что последняя точка или последний год, ну, можно сказать, нашей цивилизации или нашего общества, это 35-й год. Он на это кинул. При этом, значит, 23-й год, это время, которому наше население уменьшится на 3 миллиарда человек. Соответственно, к 35-му останется, ну, около 4 миллиарда. Вот тут можно написать. Вот, ну, тут мы расходимся с Николаем. Он говорит, что к 35-му останется 1 миллиард. То есть, 6 умрет или этот погибнет. И он такой, ну, не то, что в панике, а ну, как бы, ты представляешь, что будет происходить? Мы говорим, ну, а что такого? Мы все умираем. И умирали много раз. Что? В количестве одновременных смертей, ну, как бы, я не вижу ничего такого панического или страшного, чтобы там виберировать. Ну, да, будет, наверное, это неприятно, да. Что? Но человек ко всему привыкает адаптироваться. Поэтому, ну, моя реакция была такая, достаточно спокойная. И вот я сейчас тоже с такой же реакцией говорю. Если это законы, которые установлены свыше, и мы не можем их изменить, то тогда что кричать или что-то так вибрирует, да, на эту тему. Надо просто посмотреть и попробовать адаптироваться или повлиять на эту ситуацию. Вот о чем я хочу сказать. Вот. И, значит, в 35-м году произойдет, ну, так называемая уборка урожая. Вот мы долго пытались понять, когда это произойдет. Вроде бы это похоже на ответ. Когда закончится... То есть, 20-й год – это начало. Начало уборки урожая. Вот, с приходом коронавируса. А 35-й год – это будет финиш. И тут, наверное, будут какие-то еще этапы, о которых, ну, можно, конечно, узнавать. Там, пугать себя или не пугать. Но что-то будет. Еще какие-то этапы. Ну, три штриха я сделал. Не знаю, может, это тоже что-то значит. Не знаю. Рука так повела. Вот. И дальше. Значит, как эти 4 миллиарда распределяться? По моим ответам, или, ну, да, по моей информации, значит, 3 перейдет в 3 миллиарда в 4 плюс измерения. Ну, если так вот честно говорить, но было не совсем такой ответ. Ну, 4 плюс – это условно. Что-то там будет, наверное, по-другому. Но в понятиях материалов Ра, вот так. 3 – это те, кто останутся на Земле, преобразовывая, может быть, тело. Ну, в общем, что-то – это те, кто остаются здесь. Остается 1 миллиард. Из них 400 тысяч – это 0,4. Уходит в 4 минус измерения. А, ну, кто впервые слушает, те, наверное, не поймут. Значит, 4 плюс – это четвертое измерение в служении другим. 4 минус – это четвертое измерение в служении себе. Но это будет другая планета. 4 плюс – это наша Земля переходит в 4 плюс. Ну, согласно вот нынешней ситуации, тому пониманию, что я вот, ну, я понимаю. И 0,6, ну, или 600 тысяч примерно. Ой, 0,6 миллиарда – это 600 миллионов. 600 миллионов переходит в третье измерение на другие планеты. Третьего измерения. Потому что наша планета переходит в другую вибрацию, в другое измерение. И вот у нас остается 3 миллиарда. А 400 миллионов идет примерно. Это арендирую очень, конечно. Может, это будет 350 или 300 или 200, или, может быть, 450. Это очень такие приблизительно, ну, чтобы было понятно, какая-то пропорция. Вот, значит, и, соответственно, 0,4 уходит в миллиарда 4 минус, 0,6 в третье на другие планеты. Ну, такая информация, она, понятно, такая общая, можно сказать, глобальная. Может быть, будут какие-то еще подробности, но пока что на этом я свое сообщение закончу. И сейчас, может быть, будет время, в эфире уже обсудим детали. Приглашаю на эфиры свои, я вечером их провожу и обсуждаем разные темы. Всего вам хорошего. До свидания.